Сегодня в Омском областном суде следователи просили признать Сергея Москаленко обвиняемым по делу об убийстве бизнесмена Виктора Берга. По версии сыщиков, судья принял от Берга взятку 8 миллионов рублей за то, что тот прекратит в отношении него уголовное дело об обманутых дольщиках. Согласно материалам, ущерб, причиненный участником долевого строительства, составил более 100 миллионов рублей. В октябре 2015 года Берг стал жертвой киллера. Неизвестный застрелил предпринимателя в его же машине. По результатам расследования Москаленко стал основным подозреваемым. В декабре прошлого года он получил уведомление о том, что силовики подали в суд ходатайство о его аресте. 14 января Сергея Москаленко нашли повешенным в парке неподалеку от места проживания. Следов насилия на его теле не обнаружили. По предварительным данным, служитель Фемиды свел счеты с жизнью. Сегодня интересы Сергея Москаленко пришли защищать адвокаты. Это Екатерина Беспалова, дочь покойного судьи, и Андрей Хабаров. Он просил отложить слушание для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. В этом ему отказали. Также адвокат настаивал, чтобы процесс сделали закрытым для прессы. Требования удовлетворили частично. Журналистов пустят только на оглашение решения коллегии судей. На основании собранных доказательств органы следствия сделали вывод о причастности судей Москаленко к убийству предпринимателя Берга. Исходя из этого, органы следствия обратились с ходатайством перед квалификационной коллегией судей Омской области «Отдачи согласия на привлечение судей к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по двум статьям УК РФ». Это 222-я, незаконный оборот оружия и боеприпасов. И пункт К, части 2-й, статьи 105 УК РФ «Убийство с целью скрыть другое преступление». Квалификационная коллегия, рассмотрев ходатайство органов следствия, дала согласие на привлечение судей к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Продолжение следует...